Ну и, наконец, рассмотрим иные интересные дела, которые были связаны с НДС. Во-первых, хотелось бы обратить внимание на тему, которая уже поднималась в комментариях за прошлые периоды и связанная с учетной политикой. Ну, данный вопрос, он поднимался в предыдущие годы применительно к налогу на прибыль, но этот вопрос, он актуален и для НДС. И вопрос этот связан с учетной политикой. Дело в том, что в главе 21 НКРФ есть отдельные нормы, которые позволяют налогоплательщику самостоятельно устанавливать определенные методики в учетной политике и на основании этих методик определять налоговые последствия по НДС. Вместе с тем, здесь следует обратить внимание, что у многих налогоплательщиков есть заблуждение. То, что, поскольку указывается на самостоятельность определения того или иного учетного порядка в учетной политике, то налогоплательщики думают, что они свободны в установлении данного, содержания данного порядка. Вместе с тем, на самом деле это не так. То есть, порядок не может быть произвольным, он должен быть обоснован экономически и не противоречить нормам налогового кодекса, в том числе нормам главы 21 НКРФ. И в данном случае хотелось бы привести дело, связанное лендерским леспромхозом. В этом деле налогоплательщик при определении сумм НДС, подлежащих вычету по товарам, реализованным на внутреннем рынке и на экспорте, следует заметить, что необходимо разделять соответствующий вычет, использовал несопоставимые показатели. Использовал несопоставимые показатели, то есть одни показатели брались за месячный период, а другие показатели брались за ежеквартальный период. И в данном случае было указано на то, что такая методика противоречит требованиям главы 21 НКРФ. Следующая схожая проблема связана с делом Уралвагонзавод. И в данном деле налогоплательщик установил методику определения сумм восстановления НДС по экспортным товарам. Вместе с тем налогоплательщик в учетной политике не установил порядок восстановления соответствующих сумм, также по экспортным операциям в отношении услуг и работ. И было признано, что восстановление НДС и такая методика исключительно только по товарам, это такая методика, она противоречит положениям налогового кодекса и главы 21 НКРФ. Следующая интересная категория дел, ну, здесь общее название, это обоснованность вычетов. Понятно, что таких споров по главе 21 НКРФ много, но я бы хотел обратить внимание на интересные споры. Во-первых, в споре «Востокфлот» и «Трансвинд» рассматривалась ситуация, когда вычеты принимались по услугам перевозки. При этом здесь интересно заметить, что в договоре и Канасамите содержалась различная информация по тому, где расположен пункт отправления и пункт назначения. Согласно договору, и пункт назначения, и пункт отправления были на территории Российской Федерации, что позволяло квалифицировать соответствующую операцию по перевозке в качестве операции, осуществляемой на территории Российской Федерации, и, значит, по этой операции можно было принимать вычет по НДС. Вместе с тем, в Канасамите, исходя из содержания Канасамита, следовало, что как пункт отправки, так и пункт назначения находятся за пределами Российской Федерации, что исключает применение вычетов по такого рода операции. И в данном случае суды пришли к выводу, что приоритет имеет именно содержание Канасамита. Еще интересная проблема связана с применением вычетов по эксклюзивному оборудованию. Именно данный вопрос был рассмотрен в деле Атомстройэкспорт. В деле Атомстройэкспорт в данном деле рассматривалась ситуация, когда оборудование приобреталось для осуществления строительства атомной электростанции, за рубежом. В данном случае в Болгарии. Это известная история с атомной электростанцией Белена. И Болгария, она приостановила строительство, либо в принципе отказалась от проекта строительства данной атомной электростанции, ввиду чего соответствующее оборудование не использовалось в строительстве. И суды посчитали, что по данному оборудованию, экспортному оборудованию не может применяться вычет, поскольку не установлено, что соответствующее оборудование использовалось для операций, облагаемых НДС. Ну, правда, здесь следует заметить интересный аспект, что, по-моему, в мае или в июне, по результатам переговоров, таких обширных переговоров с Болгарией, скорее всего, проект по строительству атомной электростанции в городе, по-моему, это город Белена в Болгарии, во всяком случае, он будет возобновлен, и, соответственно, возможно, у налогоплательщика возникнет возможность принять вычет по НДС. Правда, здесь, я так прогнозирую, будут уже споры, связанные с соблюдением трехлетнего срока. Так что, в общем, следите за развитием событий, возможно, что появится еще один интересный спор. Так, ну, по налоговым делам, по НДС все.